Едва я закончил записывать для вас 31 часть прохождения черного зеркала 3, как за моим окном пошел дождь. Не знаю, удивит это вас или нет, дорогие друзья, но похоже поведение погоды синхронизируется с тем, что в черном зеркале. И для меня это знак. Знак о том, что нужно незамедлительно начать делать 32 часть. И я ее начинаю. Для вас. Этой ночью. Добро пожаловать. Перед нами старинный и древний лабиринт. Каменная дверь отделяет нас сейчас от него. Трудно даже представить, кто его подстроил, когда и с какой целью. И вот еще более интересный вопрос. Что это за призраки? Что это за тени? Служат ли они Мордреду или нет? Будем искать ответы. Потому что все это, друзья, очень интересно. Итак. Начинаем проходить. Здесь в каждой комнате есть несколько рычагов. И их нажатие активирует свет в некоторых комнатах. Эти тени боятся света. Но здесь все не так просто. Лучше вам внимательно смотреть. И все станет понятно. Объяснять тут довольно долго. Саркофаг. Посмотрим. Гроб из изысканного камня. Там может быть погребен только знатный человек. Но я не могу узнать ни имени, ни герба. В общем, это все она уже не раз говорила о саркофаге. Так что мы с помощью Эдриана отодвигаем крышку. Прах, кости и корона. Это похоже на могилу царя. Эдриан не боится, сосовывая руку в эту щель, в саркофаге остаться без руки? Я бы побоялся. Или вора, который украл корону короля. Но мы находим корону. Вот такая корона. Маленькая корона. Но очень тяжелая. Весьма тяжелая для своего размера. Так. С первым саркофагом мы разобрались довольно быстро. Идем ко второму. Второй у нас в этом углу. И о нем Валентина, к сожалению, говорит то же самое. И снова. Навалились. Но ничего. Гроб пуст. Это было тщетное усилие. Так. Сейчас должен загореться свет. Да. И призрак не идет в комнату, где есть свет. Только если ему больше некуда податься. Но об этом если они нас поймают, вы поймете немножко позже. Тут такая неоднозначная система. Вот он вроде как не идет в комнату со светом, да? Но если тут будет свет, и мы зажжем свет у него, он тогда на нас нападет. Хотя это как-то нелогично. Потому что он должен бояться света. Так. Попытаюсь я сейчас кое-что провернуть. Вот не знаю, как хорошо мне это выйдет, но попробую. Наверное, рановато я этим занимаюсь сейчас. Но кто знает. Да, рановато, но зато вы видите, как они бросаются на нас и моментально убивают нашего героя. Ладно. Тогда не будем спешить. Посмотрим сейчас, что тут в этой комнате. Мы видим здесь свет. Удивительный свет. Хотя она сказала странный свет. Всюду эти странные фонари. Говорит. Эдриан. Так. Теперь идем сюда. заводим Эдриана в комнату. Закрываем за ним дверь. Теперь идем в начальную комнату. Закрываем вход в лабиринт. Вот так. Так. Так, что-то не совсем так, наверное. Вот если я сейчас открою, здесь должен загореться свет. И он не должен сюда кинуться. Верно. А теперь мы делаем так и открываем Эдрианом. И Эдриан должен его выщемить. Да. Видите, свет загорается здесь. У нас получается. Мы попадаем в интересное место. Так, раз мы здесь давайте его закроем пока. Зайдем посмотрим сперва девушкой. Что за ниша? Я не вижу ничего интересного. Может, у Эдриана пристрастие к костям? если она не видит, то Эдриан ниша полна человеческих черепов. И не только. Здесь лежит чаша довольно красиво украшенная. Эдриан находит ценную вещь. Чаша, которая переведена как оболочка. Вот так вот, дорогие друзья. Оболочка. Украшенная чаша из латуни или какого-то другого металла. Так, открытие этой двери не уничтожит ли нас? рискнем? Хм, отлично. Но почему он не отступает? Это вопрос хороший. Ладно, эту дверь мы открыли, а здесь за собой закрыли. но здесь остается открытая дверь, нам нужно его выдавить будет туда. Хотя его можно выдавить и сюда. Тут на самом деле несколько вариантов действия. Каждый может выбирать свой. Довольно интересная головоломка, но иногда на ней можно так стопорнуться и долго возиться. Так, свет у нас здесь горит. вот это возымеет эффект сейчас? Нет, эта лампа гасит свет здесь. И тень кидается на Валентину, а Эдриан за несколько комнат от нее падает весь в крови. вот так вот от переживания за Валентину, видимо. Так, что если оставим здесь открытой? Далее вот так. сложно друзья понять. Довольно сложно, но сейчас наверное он опять полетит на меня, да? Да, значит будем выгонять его в десятую все-таки комнату. Вот в эту десятую, потому что если мы считаем отсюда, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Это помогает ориентироваться, поэтому вы тоже можете присвоить комнатам свои номерные позиции. Так, значит нам нужно, чтобы здесь свет горел. вот так и вот так. Теперь все должно получиться. Не получается. Вот то, о чем я говорил. Иногда может возникнуть такая вот запара. давайте тогда закроем сейчас эту дверь. Ого, сюда вообще нельзя войти. Ну, замечательно. Так, ну, что ж. Эдриан, будем проделывать долгий путь. надо, надо. Вот интересно, так тоже потухнет. Ого. А как это вообще? Как вот он сюда попал, а ее не убивает? Я не знаю, друзья, честно. Я в первый раз его сюда загоняю. И может быть это даже хорошо для этого прохождения, потому что это для меня, например, что-то новое. Может и для вас тоже. Типа это считается за одну комнату. Но почему тогда он в прошлый раз на нас здесь нападал? В общем, да, такая головоломка. До конца так и не понял я ее. Однако нам становится доступен третий саркофаг. Максимально напряглись, поднатужились, мышцы пресса сократились и крышка поддается. В нем лишь пыль. О, и посох странной формы. Вот так вот добыли вы последний предмет в этом лабиринте и думаете, ну вот, сейчас отсюда выйдем. Это могло бы быть чем-то вроде посоха епископа или палкой пастуха. Но не тут-то было. Это не выход. И нам нужно возвращаться тем же путем, что мы пришли. Снова выгонять теней. Так. А с этой стороны я не закрою получается, да? Слушайте, ну ладно, да. Если я сейчас выйду, он теперь будет на меня кидаться, может, это какой-то баг был. Я же только что там находился, и он меня не трогал. Не понял. Это что, до посоха, что ли? Ребят, вы что, шутите? Ну, окей. так. Посох взяли. Не знаю, что это такое. Может быть, волшебная палочка. Давай-ка тоже выходи. что-то мне подсказывает, что теперь мы таким образом отсюда не выберемся. вот сейчас стоит только ступить сюда, и это будет смерть. Да. Да, друзья. Вот так ситуацию я себе создал. так. Так. Надо бы пораскинуть мозгами. Если мы откроем это, здесь будет свет, а это здесь тоже будет. так вообще посмотрите, как мы осветлили тут все. Может быть так мы будем в безопасности. Да, не тут это было. забавно. Так, ладно, закроемся. Ух ты. Слушайте, я вообще никогда сюда его не загонял. Мне уже очень интересно стало. Ну, допустим, там он не должен нас достать. Вот эту дверь бы еще как-то закрыть, но здесь довольно большое расстояние. Давайте попробуем это сделать. сейчас ну вот так 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 это что сделает штуку штуковина погасит здесь свет. не очень хорошо. там еще дверь закрыта. Вот это проблема. Ладно. Вот так вот. и если я все понимаю правильно сейчас здесь должен загореться свет, должен уйти. Да, здесь только тухнуть не должен внизу. Эх, он не должен тухнуть, друзья, он тухнет. ну почему? Может быть если так так. А может сюда его попытаться вытеснить? а как я его сюда вытесню? Нет. нет. Так, ну сюда, я так понимаю, нельзя заходить, да? нельзя. Так, этот рычаг Он у нас Зажигает свет при открытой той двери А если мы ту дверь сейчас закроем с вами Ну-ка Жесткие условия Ребят Может быть Вход не нужно было закрывать И теперь я все Запорол Так Давайте подумаю Ну-ка Что если... Замечательно А вот если мы так его закроем Опа И вот он прекрасно Находится в комнате со светом Что очень странно Но... Но факт Хочу максимально везде погасить свет Так... Ну-ка... 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 Но сейчас все равно Этот рычаг будет выключать вот этот И как ни крути, друзья К сожалению, он будет бросаться на нас А не в эту комнату уходить Ну да Это проблема Вот Вот Ну Сложно Сложно было Но тоже Так Не до конца я, в общем, понял Главное, что справились Мы снова в знакомом нам месте Но уже с добытыми трофеями Взглянем опять сюда Семь человек Все различаются Возможно, это какая-то секта из тех времен Три человека лежат Четверо стоят Посередине высечен алтарь Так Ничего пока Посмотрим на это место Вот Докладывает сюда предметов Жертвенных Посмотрите, сколько их у нас уже Наш главный герой Где-то должно быть То, что я положил бы сюда Так Прочитаем Есть что прочитать Здесь есть Да, это я читал Вот тут В комнате на цепях В комнате на цепях висят капсулы В одной из них я нашел ключ Но я не могу достать все капсулы Они висят слишком высоко Мы видели тень Черное создание Немного прозрачное Расплывчатое С горящими глазами Она была перед нами И это я тоже читал Жертвенная чаша Перед громадной обезглавленной статуей Есть жертвенная чаша Когда я нажал на нее Все цепи меняют свое положение Значит Это что-то вроде весов Но что в таком случае Мне взвешивать Так Валентина Что, что ты говоришь? Я думаю Это с чем-то взаимосвязано На одном из лежащих корона Он может быть королем А остальные похожи на воинов Таблица символов Не очень подробная Стоящие кажутся Обычными людьми Один из них Возможно священник Остальные могли быть охотниками Вот так Я не знаю Всех символов Так Но здесь Ничего Значит Она немного нам Истолковала Еще раз Мы видим Что на одном из лежащих корона Остальные похожи на воинов А остальные Обычные люди Один возможно священник Окей Будем пробовать Положить что-то Что соответствует этой картине Корона тяжелая Так Воин Священник И обычные люди Это Тарелка И рыба Похоже это много Да? Да Не очень Что если Тарелку Рыбу Посох И стрелу Вот так Это то Чего мы ждали Теперь чаша Висит Ровно Посередине Начнем С первой капсулы Кажется Во всех капсулах Золотые ключи Я не знаю Сколько их всего Поэтому мне нужно Сначала выяснить Что сюда точно Не подходит Везде одно и то же Проверили Теперь ты Она предпочитает Оставить это все Эдриану Хорошо Попробуем Применить Золотой ключик Я пробую Его Во всех Замках Хм Ключ Входит В скважину Но его Нельзя Повернуть Оставлю Его Здесь Где он Что-то Пишет А Видимо Вот здесь Один из ключей Подошел Но его Не повернуть Вероятно Я должен Найти нужные Ключи В нужных Капсулах Попробую Его во всех Замках Тоже Входит В скважину Но нельзя Повернуть Давайте Далее Сейчас Все шесть Капсул Висят На одной Высоте Что-то Мне подсказывают Что в них Нужные Ключи Мы Разом Достаем Все Шесть Ключей Но как Они могут Быть Все шесть Если Два Мы Воткнули Туда Такой Бак Надеюсь Теперь Это Правильные Ключи Так А где Валентина Замаскировалась Я уже Испугался Я не знаю О чем Я спрашиваю Так А подсказка А подсказка Кстати Я Друзья Напрочь Вообще О ней Забыл Понимаете Тут В чем Дело И Не пользовался Ей Не пытался В нее Вникнуть Ну да Ладно Всем нам Известен Прием Когда мы Решаем Головоломки Методом Тыка Ну я Не со Всем Методом Тыка Я Кое Какую Логику Там Улавливал Но Все Так Не до Конца Так Берем Эти Ключи И Применяем На Каменную Дверь Все Замки Открыты Теперь Дверь Должна Открыться Более Волнующего Прохода Во всем Черном Зеркале У нас Еще Не было Друзья Даже Вход В портал Который Вел Нас В тот Зал Где Лежала Книга С Заклинанием Вот Она Вот Она Дверь Ведущая К Черному Зеркалу В дневнике Зачеркнуто Все Просто Все Валентина Давай-ка Ты Бездна Хорошо Итак Осмотрим Это место И снова Обезглавленные Статуи Для меня Это выглядит Так Будто Они Изначально Были Без головы Те Кого Они Изображают Должны Были Отдавать Приказы Плечом Она Тоже Может Как Я В стене Огромное Количество Черепов Они Лежат Там Будто В Огромных Слотах Господь Великий Всемогущий Я Молюсь За души Всех Тех Кто На сотни Лет Лишился Покоя Господь Небесный Защити Их Рукой Своей Даже Если Не Были Они Христианами Так Как Любовь Твоя Безгранична И Вечна Аминь Мамма Мамма Мия Я И Представить Не Могла Насколько Она Большая Мост Мост Стоит Здесь На протяжении Веков И Столько Простоит Еще Так Теперь Эдриан Снова Этот Тип Без Головы На Этот Раз В Четырех Экземплярах Кто То Вероятно Разозлился На Него Может Быть Мордред Он Шел С Мечом И Рубил 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 В Стене Полно Черепов Кто Эти Мертвец И Где Их Кости Использовали Только Головы Почему И Почему Статуи Обезглавлены Есть Ли Связь Между Этим Чем Ближе Мы Подходим К Истине Тем Больше Вопросов Возникает Там Чертовски Глубоко Этот Цвет Напоминает Мне О Пещере Под Каменным Кругом Есть Ли Огромная Система Пещер Под Виллу Крик Да Ведущая Прямиком В Преисподнюю Дорога В Ад Проклятая Хрупкая Дорожка Я надеюсь Простоит Еще Немало Ну вот Такой Вот Экран Исключительно Информативный Друзья Никаких Предметов Здесь Взять Нельзя Просто Его Нарисовали Чтобы Порадовать Нас С вами Спасибо Разработчикам Я думаю Мы достигли Часовни Я чувствую Себя Почти Как Дома Нет Эту Часовню Маркус И Мордерд Построили Вместе Это Их Последняя Совместная Работа Это Действительно Святое Место Однако Это Не помешало Мордерду Использовать Ее Для Своих Злых Целей Я Сомневаюсь В Этом Так Засыпанный Проход А это Проход Незасыпанный Но Неинтересен Он Почему-то Нашим Героям Тоже Ход Вероятно Вел Когда-то К алтарю Так Саркофаг Открыли Вместе Каменный Гроб Только Он Вообще Не Украшен И Кажется Значительно Новее Чем Катакомбы Согласно Книги Хранителя Мордред Был Похоронен Здесь Саркофаг Со скелетом Внутри Когда-то Здесь Был Мордред Если Верить Книге Хранителя Ну Мордред Какие Чувства Ты Испытываешь Глядя В Собственную Могилу Вы Ближе К ним Извините Гробница Мордред Так Что-то Можно Применить Вот Могильный Свет Никогда Не Понимал Зачем Мертвым Нужны Горящие Свечки Вообще Не Нужны Они Нужны Для Того Чтобы Священники Заработали Немного Денег А точнее Много Денег Так Вторая Вторая Гробница Эдриан Ммм Здесь Довольно Зловеще И Все Эти Огни Может Они Загораются В зависимости От того Когда Дверь Открыта Но Когда Кем Был Построен Этот Механизм Или Мы Единственные Кто Не Единственные Кто Хотел Пройти Здесь Так Или Иначе Мы Еще Не Уцели Маркус Считал Что Путь Черному Зеркалу И Часовне Запиралась Навечно Но Он Недооценил Избирательность Своего Брата Ох Уже Оглянитесь Вокруг Замок Наверху Совершенно Крошечный По сравнению С тем Что Ниже Прямо Таки Величественно Из этих Подвалов Исходит Определенное Обаяние Вы не Находите Я Нахожу Что Мы Не Должны Тратить Время На Все Это Немножечко Там Не Поспело Ребят Но Просто Валентина Задала Вопрос Который Мы Задаем Себе Наверное Очень Часто Кто Все Это Делал Как Работает Этот Механизм Как Получается Так Что Он Не Работая Ему Суждено Было Заработать Это Могила Белой Женщины Могила Марии Откуда Вы Знаете Это Женский Скелет К тому Ж В ее Груди Застрял Кончик Меча Он Отломился Когда Мордред Убил Свою Жену Эдриан Забирает Вы Были Правы Кончик Меча Наконечник Меча Мордреда Когда Мария Повернулась К нему Он Убил Ее При Этом Наконечник Меча Отломился И Застрял В Ее Груди Вода Как То Страшно Такое Чувство Будто Вода Светится Но Я Не Вижу Свет Валентина Ничего Не Может Использовать На Саркофаге Мордреда Маркус Гордон Выполнил Огромную Работу Он Действительно Хотел Заточить Духов Этим Бетонным Алтарем Которых Призвал Его Брат Но Мордред Оставил Для Себя Открытой Заднюю Дверь Здесь Высечена Фраза На латыни Она Означает И Послал Король На Восходе Солнца Своих Войнов На Битву С Тьмой Не Обычно Для Гравюры Алтаря Это Поможет Нам В дальнейшем Я Не Знаю Может Быть Здесь Сказано И Послал Король На Восходе Солнца Своих Войнов На Битву Стьмой Символ Символы Аналогичны Тем Что Были В первом Зале Так А там Еще Был Диалог И Я Его Проскипал Друзья Думал Что Можно Будет Еще Послушать Ну Тогда Тогда Иван Калинин Тебе Тут Будет Работа Посмотрим Тобой Не Знаю Насколько Глубокая Вода Здесь Но Я Думаю Что Мы Намного Ниже Уровня Грунтовых Вод Настоящая Сцена Для Проповедей Но Для Какой Публики Ее Никто Не Смог Б Найти Верно Это Это Очень Странно Это Проход Завален На Алтаре Много Иероглифов О, и здесь головоломка Не спешим Может, Валентина могла бы посмотреть? Может быть Здесь сказано Так, это понятно, но Пока Ничего другого Эдриан Валентина Давайте сходим в этот зал Они ходят здесь вместе И она говорила, что иероглифы идентичны Так ли это? Это мы с вами уже узнаем в следующей части Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok